здравствуйте друзья у нас молодой парень 19 лет живет в крыму изучает учится в институте изучает там компьютер science и два года уже смотрит наш канал мечтает о том чтобы значит приехать в соединенные штаты здесь работать жить и вот но он молоденький он как бы не вовлечен в какие-то особые там политические передряги он не связан с трудовыми коллективами зарплатами и так далее то есть как-то в своем таком более ограниченном мире живет чем допустим люди взрослые работающие у которых дети там и так далее и вот то что происходило последний год его как-то не задевало не зацепляло он ходил на занятия и ходил а тут значит отключили я не понял одеск и еще там какой-то веб-сайт фрилансерский там отключили или заблокировали аккаунты людей которые живут в крыму это видимая там часть вот тех санкций которые недавно были приняты я я не знаю честно там деталей но вот какая-то такая изоляция вдруг может быть он сам участвовал в фрилансерских проектах я не знаю но вдруг ему как-то стало не по себе от того что он может оказаться в каком-то таком изолированном пространстве кроме того парень играет в лотерею green card ну как положено по правилам там вот и он соответственно играет от украины и дальше значит у него вопрос а что же я буду делать если я вдруг выиграю но во первых как бы дай бог конечно выиграть шансов может быть не так много мы все знаем что лотерея это не не такое вот как там 50 на 50 но тем не менее значит если выиграет я думаю совсем просто значит поедет в киев пройдет интервью в посольстве и получит там свою эту визу ну что же такого значит но я думаю что сам по себе вот этот повод поговорить у нас возник вот над какую тему в связи с этой историей есть как бы глобальные задачи и есть какие-то тактические решения которые мы принимаем в осуществлении в реализации вот этой задачи вот есть цель большая да и ты идешь к этой цели когда ты идешь к цели не так важен путь по которому ты идешь ты не думаешь много о пути ты думаешь о цели а путь он как-то там уже прикладывается вот есть замечательный пример мне очень нравится из кинофильма секрет там говорят вот едешь там из лос-анджелеса в нью-йорк то есть но грубо говоря через всю америку едешь на автомобиле едешь по ночам но сколько там твои фары высвечивают там на дороге что ты видишь на этой дороге вот тот момент когда ты едешь ну хорошо ну 100 метров даже 150 но это не мешает тебе приехать нью-йорк ты не ты не должен видеть всю дорогу чтобы добраться до нью-йорка более того я я могу из своего опыта сказать что люди которые норовят увидеть всю дорогу у них обычно проблемы потому что они пока всю дорогу не увидят они как бы не готовы предпринимать никакие действия а поскольку всю дорогу они не увидят никогда то соответственно они никогда ничего и не предпринимают слишком много там возможности вариантов и так далее или они видят ее неправильно и начинают действовать в неправильном направлении да и тогда у них ничего не получается просто потому что они неправильно действовали поэтому существенно что ты видишь большую цель ты открыт к тому что есть разные пути есть разные ситуации которые возникают так сказать на пути к достижении цели и ты говоришь значит будем по мере там значит возникновения конкретных ситуаций будем на них оперативно реагировать вот и все этого достаточно если цель есть значит то путь он сам сам уже появляется вот смотрите что происходит с точки зрения пути значит вот парень учится в институте это правильное действие ведущая к цели это это хорошее действие а он учится по компьютерным технологиям это еще одно это еще один выбор который надо было сделать и это правильный выбор и он движется поскольку он учится изучать становится более маркета был то что мы называем значит у него появляется дополнительный способ попасть в соединенные штаты например по профессиональной эмиграции тогда значит он 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 все правильно делает он он на пути а он смотрит наш канал я честно сказать не не стал бы преувеличивать как бы то влияние которое мы на него оказываем потому что он там пишет в этом письме что большое влияние я думаю так что из всех возможных средств получения информации а у него выбор очень большой он смотрит нас потому что это каким то образом резонирует с тем что он думает с тем чем он интересуется отвечает на какие то вопросы и так далее да не было бы нашего канала он бы нашел что то другое чтобы ему отвечала на его вопросы у него слава богу выбор есть поэтому он сделал свой выбор не то что мы там уже на него как то влияем но тот выбор который он сделал выбрав там наш канал для того чтобы его регулярно прослушивать это тоже шаг вот в этом же самом направлении это выбор вот некоторого действия которое способствует достижение его цели он лучше узнает он больше знает он видит картинку вот очень многие приезжают и к это знать а я вот меня ничего не удивляет я все это видел вот я еду сейчас по дороге он знает дорогу он знает как от школы там портов компьютерскую доехать до моего дома и так далее то есть масса полезной информации и вот почему я рассказываю он все делает правильно он все делает правильно и и желание как бы видеть путь от начала до конца она на самом деле тоже очень естественно а кто из нас бы не хотел но правда но просто как бы мы уже с возрастом процент и так с некоторой мудростью да или так с жизненным опытом которые с возрастом скатертили обычно приобретают дай бог не все конечно так вот значит мы начинаем понимать что реальные что не очень реально значит не очень реально видеть весь путь ты и не надо и не надо вот главное что ты молодой тебе чего-то хочется ты делаешь все абсолютно все правильные вещи и и хорошо вот значит и не и не надо пытаться видеть весь путь потому что это на самом деле стратегия или скажем даже не стратегия отношения к жизни которая многим не дало добраться ни до какой цели есть другая проблема есть проблема когда цель вторично а путь первичен и человек говорит я вот пойду к этой цели но вы мне покажите путь и вот если путь меня устроит вот тогда значит я тогда пойду этим путем вот к той цели но цель это у него вторичная получается цель а это первично я как-то раз был на тренинге вам расскажу а значит тренинг ну вот такой как в жизни там преуспеть хороший очень хороший очень качественный тренинг такой недешок и там было такое упражнение народу было человек пятьдесят шестьдесят в аудитории и там значит доску так вертикальные линии человек преподаватель значит он поделил пополам и говорит вот ребята давайте мы значит проголосуем какой процент значит мы отдаем на цель и на путь и он в одном столбике он пишет сверху цель в другом столбике он пишет путь вот какое соотношение вот так какие есть предложения и там кто-то говорит ну там цель там 70 путь 30 хорошо записали как там ну все были варианты какие только возможно и он говорит ну давайте теперь проголосуем стали голосовать ну примерно вот так народ склонялся к тому что цель это может быть процентов так вот 70 а путь это 30 тоже путь тоже важен мы тоже с вами понимаем что если нужно кого-то убить например чтобы достичь какой-то цели это неприемлемо то есть путь путь важный но с другой стороны если вы не приемлете этот путь значит наверное найдется другой где не нужно никого убивать но во всяком случае вот такое было упражнение после чего всех поделили на группе там человек по 6 и сказали вот значит вот эта стена зала большой зал был гостиниц большой зал и вот как вот от этой стены зала вот надо прийти вот в ту в той стене зала и вы как группа как команда из 6 человек должны каким-то своим способом туда прийти ну и вот значит там начиналось там допустим пять человек там подставили руки сверху девочку посадили и девочка махала там платочком значит а эти пять человек ее пронесли другие стали змейкой там пробежали змейкой третьи прыгали на одной ножке четвертые махали крылышками как будто они самолетики такие и летали и в общем такое было веселое мероприятие минут на 15-20 все это заняло все очень радостно там махали крылышками и после этого он возвращается к вопросу и как ребята так что же важно что где где процент и сводилось все к тому что цель это сто процентов и есть а путь это ноль просто ноль не 90 10 не 80 20 а 100 и 0 уже путь находится и вот я наверное с одной стороны хочу поддержать молодого человека и сказать что у него абсолютно все в порядке пусть не переживает никаких поводов для переживания него нет пусть учится на здоровье и как бы все остальное приложится может быть и цели поменяются ничего страшного тут одна цель там другая вот пусть английский учит независимо от того где будет жить ему совершенно не помешает знание английского там и так далее пока вот пока что все что он делает имеет такую универсальную пригодность и для этой цели и для той и для десятой и для двадцатой молодцам вот и с одной стороны его поддержать с другой стороны всем всем нам остальным которые зациклены на том как что-то произойдет может быть подумать на эту тему я не не готов там с рецептами уж прям так сразу тем более никто конкретный рецепт не спрашивал но во всяком случае задуматься о соотношении вот значит пути и цели счастливо и все